Здравствуйте, лучшие люди лучшего города! Меня зовут Наташа Астахова и традиционно я приглашаю в студию Радио МФМ прекрасную половину нашего города, который, безусловно, делает наш Гродно еще лучше. Ну, чтобы провести с ними интервью, интервью по-женски. Сегодня у меня в гостях создатели, директор студии 17 Татьяна Баум, которая занимается визажем, мейкапом профессионально и даже какие-то укладки такие прекрасные. Прически, укладки, все, создаем полный образ. Вот мне сразу интересно, Баум, это твоя фамилия? Да, это моя фамилия, но девичью. Получается, я год назад почти вышла замуж, она у меня поменялась, но она у меня осталась уже как псевдоним. Баум, очень интересное происхождение. Ты знаешь, какая у нее фамилия твоя? Вообще, это чисто немецкая фамилия, она с немецкого переводится дерево. Это такое существует не имя, получается, а просто такое слово. Ну, то есть ты немка? Есть немецкие корни? Нет, ну, очень-очень глубокие такие, которых мы плохо слышали, не видели, вот. Потому что, как бы, семья большая, больше это в польскую часть уходит, а там уже глубже-глубже она уходит в немцев. Ну, с фамилией разобрались, фамилия просто потрясающая. Спасибо, все почему-то думают, что это на самом деле взятый какой-то псевдоним. Ну, конечно, да, очень редкая фамилия в Гродно. Таня, скажи, пожалуйста, вот с чего началось твое вот это вот увлечение? Ну, не просто же так человек решает красить, наводить красоту другим людям? Ну, если глубоко копать, да, то это, наверное, длилось со мной с самого детства, потому что у меня постоянные дополнительные уроки по изобразительному искусству в школе. У нас это был обязательно какой-то факультатив, почему-то у меня пал на рисование, у меня художественная школа. И потом почему-то я поступаю в экономический факультет, да, где математика. Мне, может быть, не сказать, что мне там было грустно как-то, да, но мне хотелось какого-то творчества, развития в этом направлении, чего-то интересного. И на тот момент на первом курсе мне как-то очень нравилась эта профессия. Она еще не настолько была развита в нашем городе, да, уже просто их очень-очень много. Но тогда это была такая востребованная, красивая, девичья профессия. Плюс я смотрела всяких блогеров в интернете, на ютубе. Мне хотелось вот так же красиво красить девочек, создавать, получать эмоции взаимные. И как бы я пошла на свои там первые курсы. Вот, и потом уже со временем у меня появлялись какие-то клиенты. И, конечно, вначале это подружки, там мамы. Сарафанное радио. Да, сарафанное радио какие-то. Работала на всяких проектах и много работала бесплатно. Ну, а потом уже в дальнейшем создала студию. Вот такой, знаешь, у меня коварный вопрос, а иначе никак. Создала студию? Тебе кто-нибудь помогал в создании студии? Ну, ты же ведь совсем еще молоденькая девочка. А у тебя такая шикарная студия. Спасибо. Был ли у тебя спонсор в виде, например, папы? Какие-то часть, конечно, я сама уже накопила и вкладывала в свою душу. И, конечно, у меня помогали мои родители, в частности, папа. Он такой... У меня тоже творческий, да. Он занимается созданием парфюмерии, но он очень любит стройку. Безумно. Он просто... Ему скажи помочь где-нибудь. Он учил тут строителей, которые к нам приходили. Ремонт у нас был большой, потому что помещение было, на самом деле, в таком плохом заброшенном состоянии, потому что, наверное, им никто не пользовался. Как бы он мне... Я как девочке было сложно просто вообще смотреть на этот ремонт. Я думала, что у нас не получится здесь сделать что-то красивое. Да, но вот он, конечно, очень мне помогал. Помогал со строителями, со всеми. Ну и, конечно, часть какая-то финансовая легла, да, на папу. Он мне очень помог, за что я ему очень благодарна. Я просто помню, открою маленький секрет, что мы находимся в одном здании, радио, на втором этаже, ты на первом. Я просто помню, когда вот мы только сюда переселились, что там вообще что-то вроде кладовки было. Непонятно что, склад, кладовка. Конечно, когда я зашла к тебе в студию, я просто ахнула, как вот из этой кладовки. Они сделали такую красоту, ну, и очень, конечно, престижное место. Я знаю, что там лучшие из лучших у тебя красятся и наводят прически. Не смущайте. Вот, Таня, скажи, а ты сама можешь выйти, например, ну, не знаю, в магазин без макияжа? Или макияж стал такой частью тебя, что это уже все, прям вот обязательно ритуал? Выйти в магазин абсолютно могу, как бы. Я считаю, что макияж, да, это какой-то образ и роль, да, и где-то она уместна, а где-то неуместна, да. И как бы девочки, которые выходят без макияжа, они уверенно себя чувствуют и без макияжа, да. Но есть такие случаи, когда мы хотим просто шокировать, может быть, как-то супер привлечь, да, тогда мы и чувствуем себя супер уверенно, да, потому что я прежде говорю, что макияж и прическа, вот такие образы, какие-то подобранные аксессуары, платья, там, туфли, это все для уверенности своей создается, потому что мы хотим выглядеть очень круто, эффектно, да, и чтобы нас заметили. Но я абсолютно, если вот мои клиенты не дадутся врать, я хожу на работу, у меня тон, брови, да, какое-то легкое скульптурирование, и все. Легкое скульптурирование. Скульптурирование. А, скульптурирование. Боже, я не знаю, что я прожила большую половину жизни своей, я не знаю, что это такое. Легкое, говорит, скульптурирование. Меня занимает мой макияж пять минут, и я выгляжу как бы совсем не накрашенной, то есть я не крашу ресницы, никакие там тени, это я просто сегодня подготовилась. Вот. Ну, в общем, в тот день, когда я сделаю себе скульптурирование, это значит, я выхожу второй раз замуж, потому что иначе я не представляю такого события, чтобы я... Мне кажется, можно сделать урок специально для нашего радио, наших соседей, и мы обязательно вас позовем. Чтобы, да, мы ходили тоже скульптурные. Да, скульптурные. А вообще вот эти вот, ну, эти штуки все... Мне стыдно, конечно, вы по моей прическе, друзья, можете понять, что я, конечно, не очень всеми, мне главное, чтобы быстро. Так вот, хайлайтеры, консилеры, ну, это такие штуки, которые недавно вот в мою жизнь вошли, и то, ну, я ими не научилась пользоваться, я просто выучила название. Уже хорошо. Да. Потому что многие и слов не знают. Послушай, ну, вот как вот узнать, какой он хороший, какой плохой? Можно тебе принести, например, и ты там скажешь, ой, вот этим ни в коем случае нельзя пользоваться? Принести, конечно, можно. У нас есть уроки индивидуальные, да, для подбора косметики и по подбору своих образов каких-то, да. У нас есть группа макияж для себя, где девочки учатся именно в повседневной жизни, на какие-то свои вечеринки, да, создавать образ самим, да, не идти, не обращаться к профессионалам, но создавать какие-то в меру эффектные образы, да, в меру красивые, в меру нужные. Вот. Как самим распознать, например, даже в магазине, да, конечно, это опыт и практика. Я уже вижу по ощущениям, по коробке. Я понимаю, как он будет работать. И, конечно, девочкам, женщинам, которые редко это покупают, пользуются, и, может быть, вообще не пользуются, это, конечно, сложно, да. И лучше, конечно, может быть, читать каких-то известных блогеров, которые что-то советуют, да, но тоже фильтровать, потому что в интернете много рекламы, которая не всегда оправдана. Вот. Ну, советоваться. У вас есть с кем советоваться. Да, мне проще. Мне теперь уже хорошо. А еще бытует такое мнение, что, ну, по крайней мере, мне так вот кажется иногда часто, что, знаешь, приходишь на макияж, тебя красят, все профессионально делают, и ты выглядишь старше. Ну, то есть берут даже вот модели, ну, я знаю, у меня старшую дочку все время приглашают в качестве модели. Но ей 17 лет, она приходит домой, и мы все время с мужем шокированы. Она выглядит лет на 25. Меня это не устраивает. То есть если я буду выглядеть еще на 7 лет старше, есть ли такой макияж, скажем так, лифтинг, который сделает тебя моложе лет на 10? Да, 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 конечно, есть такой макияж, да. Макияжем, безусловно, можно как приукрасить, так и испортить. Особенно в начале, да, своих карьер, или девочки, которые самоучки, может быть, это не всегда видно со стороны, и все мы через это проходили, не нужно этого не стесняться, ничего, это абсолютно нормально, все приходит с опытом, с практикой, да, и с обучениями. И, конечно же, можно испортить и добавить возраст, как и 17-летней девочки, как и в 50, да, можно плюс 10 точно сделать. Но есть, конечно, и макияжи такие, как лифтинг. Они созданы на освежение, на придание лицу более молодого. Не нужен такой макияж. Я уже поняла, я уже записываю, что мне нужно себе, там, по пунктикам. Вот, просто любой макияж, да, это правильно сделанные, то есть это правильные черты, там, да, мы корректируем все недостатки, добиваемся какого-то идеала, да, ровные брови. Часто в, там, 15-17 лет так девочки просто не выглядят, потому что они еще у них, там, нетронутые брови какие-то, там, да, у нее нет скульптурирования, у нее такой естественный румянец. Конечно, когда ее, особенно, там, профессионально, какой-то, может быть, определенный вид макияжа на ней используют, и он может добавлять, может быть, за темно, там, да, как бы это не означает, что она немного косметика. Как, знаешь, вот я по дочке свою сужу, как будто маска на лице, которая блестит и переливается, вот, у меня сейчас жарко, поэтому я блещу и переливаюсь, а она блестит и переливается просто, вот, ну, вот, на нее столько всего всякого, она все блестит и мерцает, возможно, какой-нибудь, там, новогодней ночью это было бы и неплохо, но вот так вот приходит среди бела дня, мы падаем. Ну, возможно, еще ее берут как модель для фотографии, а все-таки фото, обработка и вот все наши гаджеты, да, они съедают ту, на самом деле, существующую образ, да, и вот тот макияж, который есть на самом деле, почему, например, вообще, в принципе, самое сложно даже вести какой-то аккаунт в Инстаграме и как-то показывать людям, на самом деле, как есть, потому что фотоаппарат съедает 50% того, что есть на самом деле, съедает цвет, съедает кожу, коррекцию и цвета теряются, поэтому для того, чтобы на фотографии выглядеть эффектно вау, а, возможно, визажист, который ее там берет, хочет именно себе портфольное фото, он ее просто делает чуть-чуть перекрашенной. Все понятно, теперь все мне стало понятно. Вот есть такая тенденция, которая, ну, лично меня очень раздражает, и опять же, потому что я обладатель дочери, которой все это нужно почему-то обязательно, нарученные ресницы, как ты к этому относишься? Отношусь двояко, да, потому что, например, даже мне когда спрашивают клиенты, невесты или просто девочки, которые приходят ко мне на макияж, наращивают ли мне перед макияжем ресницы, я сразу говорю, нет, не надо, я тебе наклею пучки, ленты, ресницы у тебя будут, то есть не волнуйся вообще. Для повседневной жизни это очень удобно, это круто, это ты встал, ты всегда такой подкрашенный, да, такой вроде хорошо выглядишь, но очень зависит от мастера. Сейчас как бы есть мастера, которые делают на самом деле достойно, очень натурально, естественно и красиво, и не смотрятся каким-то искусственным, да, но, к сожалению, есть и плохие мастера, которые я работы вижу. Главное попасть к хорошему мастеру, и это можно делать, то есть там ничего не портится, там все щадящее, клей, там сами ресницы, но на самом деле нужно выбрать хорошего мастера. Ты известна как один из самых лучших бровистов, это я знаю точно. Вот тогда к бровям, которые делают перманентно там, ну я, конечно, в этом мало чего понимаю, микроблейдинг, что-то такое вот называть, или вообще татуаж. Знаешь, я просто позавчера в районе универмага встретила женщину, случайно я просто глянула, и меня аж вот так вот дёрнуло, потому что у неё были татуированные брови, этот татуаж был в виде запятой, ну такой неудачный, может быть, она сама себе... Вряд ли сама себе, возможно, она сделала это очень давно. Ну, когда-то очень давно я себя тоже делала, знаешь, конечно, но таких запятых я, конечно, ещё не... И вот она ходит, это же на всю жизнь, и вот она же вот так вот ходит, но она ходит, я бы не ходила бы никуда, она ходит в универмаг, в центр города. Вот, как к этому ты относишься? К перманенту тоже отношусь двояко, да, так же, как и ресницам, потому что для некоторых это гигантское спасение, особенно для каких-то возрастных проблемных, где на самом деле не нужно обманывать себя, возможности того, что волоски вырастут на месте бровей, даже если они в молодости очень круто росли, да, их уже мало, вот. И, конечно, в таких случаях удобно, даже у вас есть форма утром, вам проще подкрашивать, вам проще жить, да, не то, чтобы по голой коже как-то рисовать заново каждый раз. Да-да-да. Но, может быть, это не нужно делать так массово и так активно продвигать этот перманент. Девочки, как мы устроены? Кто-то сделал, и мне хочется, и мне надо, да? Как бы не всегда нужно где-то, где-то просто нужно времени подрастить свои брови, и нет ничего лучше натурального, если оно есть на самом деле. Ну, это ведь все тоже в мою молодость было модно, когда бровь была ниточкой такой, тоненькой. Теперь брови, ну, просто было неприлично иметь такие брови, например, как у тебя, широкие. Да-да-да. Теперь мода совершенно поменялась. И мода на брови очень меняется. Да-да. И я думаю, ну, окей, вот сделать сейчас, например, татуировку ниточкой, теперь оно модно широк сделать, широкий, а потом раз, и все, и не модно. Брови-то лицо практически все. Ну, дело в том, что перманент, хорошо сделанный, он не на всю жизнь, да? Он где-то через два года пигмент выпадет, и как бы, в принципе, у вас будет голая кожа, и, в принципе, можно перебить там другую форму, если она поменяется в моде какая-то, да? Конечно, татуаж – это все. Это на всю жизнь. Это немножко разные вещи, но я думаю, мы не будем в это углубляться. Да, не будем в это углубляться. Татьяна, вот еще я всегда спрашиваю у своих гостей, у тебя есть какое-нибудь фирменное блюдо, которое готовишь ты так изумительно, что, вот, например, твой супруг, вот он говорит, ну, приготовь мне, пожалуйста, вот это и это. Ну, мы такие любим вредненько покушать с моим супругом, да, и он мне всегда, когда он говорит, ну, Таня, приготовь мне лазанью, вот тогда я понимаю, ну, все, идем, будем, короче, кушать вредную еду, будем делать, готовлю я ее вкусно, по крайней мере, мне и мужу, и всем друзьям, которые ее пробовали, нравится, вот, и такое, можно сказать, нашим. Лазанье вредное, да? Ну, да, там, как бы, макаронные изделия такие, там, ну, смотря с какой стороны смотреть, может быть, сюда. Да, нормально, нормально, вкусно. А есть ли у тебя время на чтение книг? Давно читала последний раз? Если честно, да, вообще, как бы, они есть, но мы заполняем чтением какой-то... Профессиональной литературы, да. Я больше читаю даже, вот, статьи какие-то, которые мне нужны. Я больше смотрю, там, даже в интернете, в каком-то инстаграме что-то читаешь. Ну, книги, на самом деле, всегда начинаю что-то читать. Когда-то, да, получается, закончить книгу, и все, но какие-то моменты она так долго растягивается, что это так тяжело. Блин, я вообще... Я выделяю себе всегда так, все, нужно начать, там, заниматься стабильно спортом, нужно постоянно читать, нужно то, и все равно потом в момент работы... Это такой святой понедельник, с которого все самое лучшее начнется. Да, да, да. Как бы, ну, вообще, мы на свадьбу свою просили людей дарить не цветы нам, а книги. У нас книг теперь пополнилось очень-очень много. Расскажи вот подробно, вот это здорово, я первый раз такое слышу. Ну, вообще, как бы, да, цветы, это красиво, это приятно, все девушки любят. Но это очень временно. Но это временно, да, и мы поняли, что просто, тем более мы сразу уезжали, мы просто даже не налюбуемся, не насмотримся ими вообще никак. То есть, если люди принесут нам цветы, они просто завянут, испортятся. Нам было это жалко, вот. И мы попросили дарить нам книги. Каждой просто книгой же можно сказать какую-то свою эмоцию, передать какие-то свои определенные пожелания. Кто-то нам дарил книги про путешествия, с картинками, и желали там путешествовать всю жизнь. Кто-то дарил детские книги, классические, да, кто-то очень много дарили кулинарные, чтобы... Камасутру дарили? Нет, все постеснялись. Такая хорошая идея. Жаль, я не была на твоей свадьбе. Может быть, мы юбилей сделаем какой-нибудь. Имей в виду. Но это просто вообще потрясающая идея. Я ее обязательно у тебя стащу. Обязательно. Поэтому у нас выбор книг есть. Я периодически беру, особенно там в путешествии, самолеты я читаю. Я люблю всякие там про психологию, про бизнес читать, да. Может быть, это не такая неклассическая литература. Хотя это тоже бывает, но редко. И как бы читаю, но не всегда может быть так много, как хочет. А есть ли у тебя идеал мужчины? Мой муж? Нет, это понятное дело. Это, конечно, да. Я имею в виду литературный или, может быть, киношный герой какой-нибудь. Киношный. В плане образа или вообще внешнего? Ну, вообще, ну, не знаю, для меня... Вот в книге это Рэд Батлер из «Унесенных ветром». А вообще киношный, ну, конечно, Брэд Питт в любой, по Стасе, в любой роли. Ну, да, такой классический образ, да, привлекательного и умного мужчины. Идеального! Просто идеального! Прости меня, муж, я ничего с этим не могу поделать. Ну, да, я бы сказала, что Брэд Питт очень даже... Да, может быть. Вот фильм «Тринадцать друзей Оушена». Он все время что-то ест. Потом облизывает пальцы, например, съел пирожок. Ну, в общем... Но ему повышенное внимание все-таки за его карьеру все равно выделяется. Поэтому, может быть, ему на него как-то обращают. Может быть, какой-то там играющий с ним совместную роль. Ну, я красивей людей не видела. Не видела ни среди женщин, ни среди мужчин. Согласно. Ну, это да, такой мой... Ладно, не будем о грустном. Расскажи, пожалуйста, Татьяна. Клиентки чаще всего молоденькие девочки или возрастные женщины тоже присутствуют? Вообще, ну, не сказать, что кто-то определенно ходит. Ходят и молодые девочки, да, и... Ну, это довольно дорого, согласись. Ну, может быть. Макияж, прическа. Ну, вот я знаю, вот сейчас была пора выпускных. И слава богу, как-то мы так увильнули от этой темы с дочкой. Мы ее забрали во Францию. Но вообще, вообще, я узнавала, вот сколько отдавали родители за макияж, ну, вот за образ. Ужас. Почему это так дорого? Во-первых, дорогая косметика. Вот. Как бы, потому что то, что, например, продается у нас на прилавках в магазинах масс-маркет, к сожалению, профессиональный образ нельзя создать этими продуктами. То есть, если тебе мама принесет мы со своей косметикой, ты не возьмешься? Нет, я не возьмусь. И вообще, у меня было за мою практику много прикольных штук, когда, да, накрасьте мне, пожалуйста, моей косметикой. Ну, как я могу накрасьте? Я не знаю, как работает тот или иной продукт. Или, может быть, я знаю, что он работает плохо, но не могу. Я или делаю хорошо, или вообще не делаю. Поэтому чаще всего это не продается даже у нас в городе. Это нужно заказывать, это нужно ждать, это нужно где-то выискивать какие-то продукты. И это дорогостоящее. Плюс образование, которое обучающее, мы в себя вкладываем, тоже стоит достаточно дорого. Вот. И как бы навыки, и практика наша, и опыт наш, все это стоит наше время. Как бы поэтому все складывается, и получается такая сумма. А бывают ли такие случаи, что ты накрасила, сделала образ, а клиентка не готова? У меня был очень печальный случай совсем, вот буквально вчера в парикмахерской. Нет, недовольна она, знаешь, такая, не готова принять это. Ну вот, например, ну просто вот, ну вы что со мной сделали? Я так не пойду. Меня часто спрашивали, и я знаю много мастеров, которые начинали, и им вот так вот... Я тебе скажу, я выходила замуж, меня красила профессиональная визажист. Она довольно, сейчас известная, у нее своя студия, поэтому не буду ей говорить. Да. Я даже помню, сколько, это было очень давно, это было там почти 20 лет уже назад. Но я даже помню, сколько это стоило. Тогда это стоило 25 долларов. Это находилось прямо в центре города, вот. Ну и в любом случае, она меня накрасила, и у меня было... Она хотела сделать, видимо, очень нежно-нежно, очень много белого. А я, у меня белые ресницы, белые брови, и когда еще много белого вокруг глаз, а у меня глаза не такие уж прям, чтобы глаза... Сделялись. Да. Получилось, как будто я, меня заплаканную ведут под венец. И я домой приехала, но мне я постеснялась, я тогда была очень молода. Теперь бы я, конечно, ей бы сказала, ну-ка, смуки айс. А тогда я застеснялась ей сказать, что мне страшно не нравится, что я так замуж не пойду. Я заплатила эти деньги безропотно, уехала домой, и дома докрашивала сама себе, да, ресницы, там, там, стрелочки. Все равно это было не то, чего я, конечно, ожидала. Вот у тебя бывало такое, чтобы вот она сказала, нет, мне не нравится, перекрасьте мне. Чтобы вот такого встала девушка и в шоке, со слезами говорила, нет, честно, откровенно вообще ни разу не было. Всегда мы еще, прежде всего, еще психологи. Нужно с человеком разговаривать и понимать, она, может быть, принесла картинку, которую никогда в жизни бы она сама не одела, но ты должен понимать, как ты должен адаптировать то, что ей, в принципе, нравится, да, видеть где-то на чужих людях, на нее. Вот. Всегда можно подправить, да, всегда нужно разговаривать с клиентом, поэтому она сидит лицом к зеркалу, да, она видит тебя на каждом этапе макияжа, на каждом этапе образа. Если что-то она сомневается или что-то она хочет подправить, она говорит, мне там вот яркости достаточны, там, да, или мне хочется чуть светлее, мне хочется темнее, и такие тоже бывают. Поэтому я аккуратно спрашивая, узнавая, там, да, какими-то вопросами. Я часто задаю девочкам, как вы краситесь в обычной жизни, потому что они мне приносят такой прям голливудский образ, со смоки-айсом, и всем на свете прям яркий, там, вижу, что просто обалдеть какой, да, может быть, я бы даже постеснялась такой детства. Она говорит, а я вот в последнем жизни не крашусь. Я понимаю, что ей просто нравится образ, который она мне принесла, но никогда в жизни она так не выйдет. И я уже ей уже сбавляю, да, потому что она, когда встанет, конечно, и она будет такая перекрашенная, ей будет, ну, непривычно, некрасиво, она будет себя стесняться. Прежде нужно чувствовать себя комфортно. Спасибо тебе большое. Таня, может быть, хочешь чего-нибудь пожелать красоты нашим замечательным жительницам Гродно? Конечно, хочу. Хочу пожелать, чтобы эта красота была как внешняя, так и внутренняя, да, чтобы вы любили себя очень сильно. Это сразу видно, когда девушки, на самом деле, к себе очень относятся трепетно, любящие, тогда и окружающие к ним тянутся, и любят. И красота, она понятие растяжимое. Вы должны найти именно свой образ жизни, свою фишечку и быть неотразимой. И, конечно же, не знаю, приходите к нам. Да, обязательно приходите. Напоминаю, что в гостях у меня сегодня была создатель и директор студии 17 Татьяна Баум. Вам спасибо. Вы по-прежнему лучшие люди лучшего города. Скоро увидимся. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!